Не идется и не едется, потому что гололедится. Ситуация из мультика знакома и многим жителям Владивостока. Дабы избежать несчастных случаев, администрация города проводит регулярные рейды по улицам Приморской столицы и смотрит, где до сих пор не убран снег. Нарушителей, соответственно, привлекаем к административной ответственности за содержание своих территорий в ненадлежащем состоянии. Вопрос о том, кто должен убирать снег, встает перед горожанами постоянно. А между тем, черным по белому написано, что обязанность жилищных компаний убрать подведомственные им придомовые территории. Обязанность всех предпринимателей – очистить снег у своих торговых точек или иных арендуемых помещений. Причем в правилах прописаны даже критерии, по которым можно понять, какую территорию именно следует убирать. Так, хозяева киосков, павильонов и различных торговых точек, расположенных на территории общего пользования, должны очищать 10 метров по периметру. Те, кто расположил свои владения в производственной зоне – 5 метров. На площадках остановок общественного транспорта также 10 метров вокруг предприятия. Наша задача, естественно, обеспечить беспрепятственный проход пешеходов и проезд автомобилей. Даже в правовом акте об этом прописано, что в первую очередь должна производиться уборка, соответственно, но она не должна препятствовать проезду и проходу пешеходов. На сегодняшний день профильная комиссия уже рассмотрела 20 административных дел, которые ранее завели на компании, не желающих очищать свою территорию от снега. Среди нарушителей – магазины, кафе, различные торговые точки и ветеринарная клиника. Хозяевам этих предприятий грозят немалые штрафы. В предстоящую зиму за неуборку снега физические лица рискуют заплатить штраф от 1 до 3 тысяч рублей. Юридические лица таким минимум не отделаются. Их ждет от 50 до 80 тысяч рублей. В этом году снег выпал раньше, чем обычно, и зима будет затяжной. А потому предприятиям стоит запастись терпением и лопатами для уборки снега, либо деньгами для оплаты штрафов. Ирина Мокрецова, Станислав Лазебный, Новости на Восьмом.